Возникают такие столкновения, это значит, что факт окончательно не установлен. И это безобразие. Надо его, наконец, окончательно установить. Сила научного факта никем не провержима. Это надо довести до конца. Очень хорошо. Продолжаю дальше. Спасибо. Продолжаю дальше. Вслед за этим решением, которое, господин Полищук, прокомментируйте хоть раз, не уходите. Вы все время от ответов, я не про вас говорю. Смотрите, видите, они все подписали, эти великие академики. В науке нет авторитета. Да ну не надо же эту билиберту говорить. А почему в науке нет? Везде есть, в науке нет. Я показываю, подписали 14 ведущих академиков в России этот документ. Подписали или нет. Я спрашиваю, подписали они его или нет. Теперь возвращаю вас к вашему другу. Передача ночная, злословие называется. Сядь, две очень странных петки. Ну ладно, ладно, давайте вы не будете в моем эфире обижать ведущих академиков. Я никак не обидел. Для меня странные они очень. Сидит Александров, который лжет на всю страну, так как ваша группа привыкла делать, и говорит, комиссия этот документ Петрику не подписала. В смысле, вы сами его что ли разрисовали? Получается, я разрисовал вот это. Вот это и есть предмет судов. Это и есть предмет истины. Минуточку прощу прощения. Просто простите меня, дайте досказать этот эпизод. После чего Алдошин берет других вот этих академиков, то есть не Алдошин, да Алдошин, вице-президент, берет Новоторцева, берет Еременко, потому что это первый специалист в стране под латиноидом, потому что они едут смотреть конкретные темы. И они приезжают ко мне в лабораторию. И они проводят весь день. Они своими руками собрали термоэмиссионный преобразователь, они взяли вентилятор тепловой для сушки волос, а Алдошин выдохнул, стрелка отклонилась, вентилятор направляешь, а ток вырабатывается, мы сейчас это покажем. И мне плевать на мнение абсолютно бездарного, бессмысленного человека, имя которому, имя которому, это так говорят академики, я знать ничего не знал про Захарова, Харон, он зарабатывает на том, утверждают его друзья, что вывозит наших молодых. Меньше всего он хотел бы судебных разбирательств после вашего выступления. Я однажды прочитал его слова, где он сказал, надо собрать комиссию заграничную, даже включить университеты заграничные, и Петрика разобрать, почему же он сейчас уходит, а не идет по этому пути. Один короткий вопрос. Виктор Иванович, зачем вам признание Академии наук? Это повлияет на ваш статус? Опять-таки повторю вопрос, вы будете лучше спать, или это принесет больше денег? Зачем вам надо их мнение? Ну не любят они вас. Ну и ради бога. Вы знаете, что, значит, я бы, конечно же, ко мне сейчас одна группа американская приехала, вы сейчас увидите, приехала вторая группа. Минуточку. Это с гоферами связано. И, конечно, я выхожу сейчас за пределы России и забуду эту страшную историю. Случилось так случайно, что мне прислали, я выиграл по какой-то лотереи, я ни в какой лотереи не играл, видимо, говорят, ваши друзья подали, я выиграл почему-то грин-карту американскую. У меня есть куда поехать и что делать. Но я здесь поставил мою воду, и она будет стоять. И я пройду через все тернии вот этих сумасшедших. Понимаете, с 96-го года приступили к исследованию этой воды. Я поняла, я поняла. Я бы хотела вот здесь выходить, нам что-то показать. Рислав Феофанович и Артем Михайлович. Хотя мне не Артем Михайлович, я подозреваю. Рислав Феофанович. Ну, едет Виктор Иванович в Америку. Ну, пусть едет. Как вы к этому относитесь? Два слова. Ну, в науке была, есть и будет борьба научных идей. И телестудия – это не место для выяснения этого результата. Потрясающе. Рислав Феофанович, скажите, милый, я написал вам письма с просьбой, создайте комиссию, приедете ко мне, давайте поставим точку, чтобы не в судах снять суды, снять, приехать ко мне. Соберите специалистов и покажите. Я за объективную проверку. Простите, я написал вам это письмо, что вы мне ответили? Ну, говорите, вы же ответили мне, что вы ответили? Я сказал, что... Я связался с некоторыми людьми, чтобы поставить точку. Не, не точку, а приехать ко мне. Мы не хотим им связываться. Я был этим ответом разочарован. Я думаю, что все-таки все решит эксперимент независимыми группами исследователей. Так я прошу. Может быть, желательно и из разных стран. Так я прошу, давайте. А в России никто не хочет этим заниматься. А то, Михайлович, пожалуйста, вам слово. Ника, я немножко такой отвлеченный скажу вам. Мне очень нравится господин Захаров. Представляете, и к нему бы пришли в эту лженаучную комиссию лет 30 назад. И сказали, что через 30 лет у всех будут компьютеры персональные. Мы будем разговаривать по беспроводному телефону мобильному. Вы представляете выступление Захарова в то время, да? Или про интернет бы ему рассказали. Это всего 30 лет назад. Поэтому, понимаете, дай бог, чтобы Захарову еще жить много-много лет, но чтобы он подальше держался от вещей и от науки. А самое главное, от результатов, которые могут спасти жизнь детей наших. Вы не забывайте, о чем мы говорим. Мы говорим об отраве, которую пьют. Я так как раз помню. В том числе члены правительства и наша уважаемая администрация. Вы покупаете бутылированную воду, а ее просто заливают из водопроводов. Артем Михайлович, получается, что, вот как сейчас справедливо и даже, как мне кажется, так с сожалением говорит Росислав Феофанович Полищук, что не найти в России среди ученых людей, из которых можно создать экспертные группы, чтобы они проверили Петрика. Ну, такой, знаете... Да нет, вот 24 академика. Подождите, ну давайте... Я готов еще 100, но они не хотят. Они хотят... Простите, простите. Как вам кажется, что если такие люди найдутся там в Америке, во Франции, там в Новой Зеландии, неизвестно, неважно где, и они проведут эксперимент, и вдруг он окажется положительным, то есть подтвердит мнение... Ну и ради бога. Это кому-то... А кто-нибудь здесь... Вот Росслав Феофанович, кто-нибудь здесь признает их правильными? Понимаете, это тоже ведь не факт. Ну, конечно. Перед научной истиной всерованы. Хозяин авторитета это только научный результат, проверенный и подтвержденный. Ну, хорошо. А как вы тогда... Нико, вас обманывают. Я хочу спросить, как вы тогда относитесь... Таких результатов получено множество. Как тогда относится Росслав Феофанович к тому, что, насколько я понимаю, может быть, опять-то идет какая-то неправильная трактовка фактов, но в Америке был выдан патент на графин буквально там через 3 месяца после того, как была дана Нобелевская премия. То есть вы полагаете, что это неправда? Вы к этому как относитесь? Ну, это вопрос из истории науки, и здесь требуется дополнительное исследование. Пусть американская эта фирма оспаривает и выражает свое мнение. Я повторяю, передействительно все равны, и в конце концов истина будет установлена. Есть такие, которые ровнее. Нет, ну смотрите, вот профессор Полищук, академик, какой взрывомыслящий человек. Если вы надолго, тогда рекламную паузу. Дайте рекламную паузу. Рекламную паузу продолжим. Возвращаемся в эфир. Давайте послушаем много звонков, хотя бы там два, может быть, от зрителей. Говорите. Мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. У вас беспокоит Костоянов Анатолий Иванович. Я кандидат химических наук. Всю жизнь занимался изотопией различных элементов, в том числе и осми. И у меня в связи с обсуждаемой проблемой один вопрос господину Петрику. Каким образом, в домашних условиях, господин Петрик умудряется получать 187-й осми с таким коэффициентом обогащения. Пусть поделится секретами для научной общественности. Мы поняли, сейчас еще один звонок. Будем сразу отвечать. Говорите. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Борисович из Санкт-Петербурга. Меня интересует, скажем так, вот такая вот аллезия. Перед нами сидит господин Петрик. Я уверен, что это мошенник абсолютный. С другой стороны, справа, сидит человек, который действительно занимается реальными физическими проблемами. А нельзя ли делать, вот, скажем так, на левое место, где сидит Петрик, посадить Мавроди, а на правое место где сейчас сидит физик, академик, а посадить либо министра финансов, не обязательно нашего, вполне возможно, министра финансов Швейцарии или Великобритании. И таким образом это будет вот как-то вот соответствовать. Это скорее философский вопрос, да, такая аллюзия, как сказал Андрей Борисович. Ну давайте вот, Анатолий Иванович, если хотите, ответьте ему. Кандидат химических наук интересуется, почему он решил, что вы дома делаете? Дома, дома. Вы дома делали? Ну, если можешь, коротко ему, тогда ответьте. Это радиогенный осмий. Вам о этом что-то говорит? Это радиогенный осмий природного происхождения. В результате бета-распада рения 187-го материнского ядра мы получили осмий 187-й. Если вы специалист, я уверен, вы понимаете все, что я сказал. Так, хорошо, продолжаем. У меня только один вопрос, который я постоянно хочу забыть. Задайте, забываю. Скажите, вы изобретателем себя называете? Ведь вы изобретатель. Какая разница между научным открытием и изобретением? Я сейчас... Нет, если у вас есть патенты, вот графен и так далее, у вас есть право это делать? Умоляю. Вам нужно научное признание? Умоляю. Это как раз одна из страшных историй. Смотрите, за время существования человечества сделано около 1400 открытий. открытий. Это что такое открытие? Да, всего, всего. Всего, всего. Среди них четыре моих, заявляю об этом. Одно из них касается Осмия, вот он бежит, диплом на открытие. Так вот. И все изобретения, которые мы делаем, они основаны на вот этих известных явлениях, которые ранее открыты. Вы понимаете? Если я сделаю изобретение, но в результате ранее сделанного открытия, то есть такого открытия нет, такого явления нет, такой закономерности нет, то мое изобретение ложное. А его не признают, вы не получите официальное признание. Ну, оно ложное тогда. Понимаете? Все изобретения, которых миллионы, сотни миллионов по отношению к открытиям, они и есть результат внедрения некого открытия. На открытие патент не выдают. Открытие это выявленная, удостоверенная закономерность или явление в природе. Так вот. Понимаете, что страшного? Кругляков пишет, выступая, пишет, что Петрик не должен был получить патенты на антистоксовое соединение, потому что это открытие сделал Феофилов в 1964 году. Вы слышите этот бред? Петрику не должны были дать патенты. Интересно. Потому что это открытие сделано в 1964 году. Феофилов открыл явление, открыл явление, на самом деле сделали до него французы, но он открыл присутствие Итербия. Итербия резко увеличивает выход. Сенсибилизирует процесс. Мы по сегодня Итербию вводим. Так вот, а я создал реальный порошок, я создал реальное вещество, которое светится. Давайте я проконсультируюсь с Артемом Михайловичем. Да, Артем Михайлович? Можно маленькое добавление? Никак, я хочу вам одну вещь пояснить всем телезрителям. Патенты и изобретения это вещь закрытая. Это когда люди получают патенты, они не разглашают ноу-хау, а открытие, в отличие от патентов, должно быть широко опубликовано, признано, и только тогда получается открытие, когда все могут им пользоваться, потому что это объективная реальность. И, конечно, все изобретения сделаны на основе существующих открытий, начиная еще с Леонардо да Винчи. Понятно. Поэтому, я поняла. Конечно, то, что у Виктора Ивановича четыре открытия, я не думаю, что есть хоть у одного академика нашего, знаменитого, ну или у господина Захарова, даже спрашивать бессмысленно, открытие зарегистрированное глобально, так, как у Виктора Ивановича. Вы абсолютно правы. Это правда. А ученому нужно разве патентами вы этим пользуетесь? Ну, я хочу сказать, патенты, это не истинно в последней инстанции. Я, как эксперт, работал в Роспатенте и видел заявки на машины, теплогенераторы с коэффициентно полезного действия более 100%, то есть вечный двигатель, и что невозможно. Но выгодно Роспатенту эти заявки принимать, потому что, получается, деньги на поддержание этого патента того, то есть бумага, полученная из Роспатента, она никакого отношения к науке не имеет. Возможно, оно фиксирует интеллектуальную собственность. Может быть, да, может быть, нет, потому что патенты бывают самые разные. Ага, Виктор Иванович, я хотел спросить, что у вас? Я умоляю, дайте мне один вопрос задать, господин Полищук. Один раз ответьте на прямой вопрос, прямо, без слов истины в последней инстанции. Кругляков написал, в СССР эти патенты он не получил бы. Могу несколько слов в качестве пояснения привести. Тогда, кроме авторских свидетельств, выдавали диплом об открытии. Более почетная вещь. После этого никакие патенты брать невозможно. Все это дело покрыто статьями, опубликованными в печати. Тем не менее, господин Петлик получил несколько патентов. Скажите, что это значит? Кто мог сказать такие слова? После открытия брать патенты нельзя, поскольку все это покрыто опубликованными статьями. Скажите, что значат эти слова? Вы работали по тем вопросам. Я за чужие вопросы и ответы не отвечаю. Вы задали вопрос господину Круглякову. Дальше еще. По этой же теме. Я думаю, ответ у вас есть. Я все понял. Есть ответ. Я его сформулировал. Я его сформулировал. Я сказал, что это такое. Это деменция. Это мое мнение, как профессионального психолога. Нормальный человек не мог такого сказать. Скажите, дальше он написал, что я потом в суд. Но опять против личности. Умоляю. Дальше он написал. А это не против личности. Он написал. Знаете, когда заявляют, что у вас нет авторитетов, то знаете, Редактор субтитров А. è MARCELLO Sony